Друзья, вы на нем Саидаре, я Александр Кушнарь. У нас сегодня вечер 18 апреля. Сегодняшнее видео хочу начать с интересной зарисовки. Сейчас на ваших экранах это дрон, управляемый украинским оператором. Один из тех, которые, конечно же, вы неоднократно уже видели. Речь идет о так называемом FPV-дроне, то есть First Person View, то есть это дрон, управляемый, что называется, от первого лица, если перевести с английского языка. Куда же летит этот дрон? А нацелен этот дрон, дрон Камикадзе, хочу подчеркнуть, на крупный склад с минами, которые, очевидно, были как схрон оставлены россиянами для того, чтобы, вероятно, они позже вернулись за ним. Но не тут-то было, поскольку украинская аэроразведка вывела вот этот объект и направила на этот объект, соответственно, вот этот самый FPV-дрон Камикадзе. Ну и результат, опять же, на ваших экранах. Большой хлопок, вспышка и задымление. А, попросту говоря, бавовно. Мощный взрыв, который показывает, что действительно, вот именно на этом объекте было огромное количество взрывчатки. Таким образом, это, конечно, для россиян стало очень серьезной потерей. Потерей вот в тех самых боеприпасах, которых им так не хватает. Ну или в данном случае в минах, которые тоже, конечно, являются для россиян достаточно, если не дефицитным товаром, то, по крайней мере, очень важным. Потому что с помощью мин можно минировать территорию, а, следовательно, пытаться остановить предстоящее украинское контрнаступление. И, соответственно, минус этот вот большой склад с минами или боеприпасами, или и с тем, и с другим, это означает, конечно, и снижение возможностей россиян по противодействию будущему, уже скорому, надо полагать, украинскому контрнаступлению. Это также показывает в очередной раз и ту роль, которую начали играть дроны Камикадзе в украинской армии. Еще полгода назад, конечно, такого их интенсивного применения не было. Более того, практически вообще невозможно было бы увидеть дрон Камикадзе на вооружении украинской аэроразведки. Да, были дроны-разведчики, но вот Камикадзе именно не было. Ну а теперь мы видим, что вот эти самые мини-дроны Камикадзе, причем пока что не очень понятно даже, а каково их происхождение, где они создаются, и сколько их вообще в плане и количества, и разновидностей, и так далее. Вот сейчас их просто буквально море, потому что буквально каждый день мы встречаем в сети, в Твиттере, в Телеграм-канале, да и, собственно, на официальных страничках кинштаба ВСУ, как соответствующий дрон Камикадзе, атакует то российскую военную технику, то российский личный состав, то вот в данном случае российский склад, а точнее говоря, в данном случае схрон с боеприпасами, с боекомплектом, с минами. И, соответственно, это демонстрирует, насколько серьезно выросли возможности украинской аэроразведки именно на уровне дронов Камикадзе. Теперь дроны Камикадзе выполняют, ну, практически все те задачи, которые могли бы выполнять и выполняют прямо сейчас и украинские артиллеристы, и украинские танкисты. И даже, можно сказать, что украинская боевая авиация. Да, это, конечно, может быть не слишком большая взрывчатка, я имею в виду дрон Камикадзе, да. Очень часто у таких дронов, вот, по крайней мере, если мы говорим о данном конкретном, действительно немного вот этой самой взрывчатой массы, что называется. Но, тем не менее, ее достаточно для того, чтобы наносить очень серьезные ущербы и российской военной технике, и российскому личному составу, и российским складом с боеприпасом. Почему? Да, по очень простой причине. Потому что, если вы правильно управляете вот этим дроном Камикадзе, если вы правильно его нацеливаете, если вы его применяете по той части, по которой нужно применить, то есть, в данном случае был склад с боеприпасами, нужно было навести этот дрон Камикадзе ровно вот в ту точку, которая является наиболее оптимальной с точки зрения детонации. Или, например, если вы наводите этот дрон Камикадзе, скажем, на ту часть даже танка, хотя танк это довольно тяжело бронированная единица, которая с высокой вероятностью повлечет масштабную детонацию. Или, например, вы можете навести соответствующий дрон в наиболее уязвимую часть у того же БМП или БТР, так, чтобы, по сути, остановить его, может быть, не уничтожить полностью, но вывести из строя таким образом, чтобы экипаж далее просто не мог ехать вот на этой бронемашине. Вот если вы профессионал, который знает, куда бить, то, в общем, вам достаточно будет и такого дрона, у которого боевая масса составляет, возможно, пара сотен грамм. Ну и вот в данном случае мы видим, что работали профессионалы. Так же, как во многих других случаях работали и продолжают работать профессионалы, ибо в украинской аэроразведки этих профессионалов становится все больше, и мы видим, что россияне в своих пабликах уже буквально вопят, вопят от того, насколько много вот таких вот дронов-камикадзе у украинцев, насколько болезненный урон украинцы наносят с помощью вот этих дронов-камикадзе. Ну и жалуются на то, что у россиян на самом деле такого нет или практически нет. Я напоминаю, что у украинцев ведь самые разные есть варианты. У них, например, очень распространены дрончики, которые сбрасывают различные по весу, массе бомбы. Мы знаем, что существуют разные дроны, и мы даже делали об этом отдельное видео. Некоторые дроны небольшие, и поэтому они сбрасывают, что называется, ВОК, у которых масса примерно 45 грамм, и которые могут нанести вред, ну, разве что в основном личному составу, хотя есть кадры, где вот такие вот бомбочки залетают прямо в люк соответствующих бронемашин, там устраивают пожары бронемашины, даже целый танк вводится из строя. Но, как мы знаем, у украинцев есть тяжелые дроны, похожие на коммерческие матрицы 300, которые способны нести до нескольких довольно крупных мин, 60-миллиметровых, у которых боевая часть составляет примерно 500-600-700 грамм. В целом они весят каждая по 2-3 килограмма, и такие дроны способны буквально бомбардировать вражескую военную технику, потому что они могут сбросить несколько вот таких вот трехкилограммовых мин, и уничтожить таким образом довольно серьезные военные объекты противника, и, конечно же, способны уничтожить и те же танки. Мы помним вот то видео, опять же, которое мы сделали, как вот такой вот дрон сбрасывает одну за другой довольно тяжелые мины, то есть, ну, относительно тяжелые, конечно, весом 3-4 килограмма на танки и БМП, и таким образом силы специальных операций Украины с помощью вот таких вот дронов, которые сбрасывают вот эти вот мины, уничтожили буквально за одну ночь 10 единиц тяжело бронированной техники врага. Ну и россиянам остается только лишь открывать рот, разводить руками и восклицать, да почему же у нас нету такого, да почему же у нас нету соответствующих профессионалов, которые так бы сбрасывали бы гранаты, точно попадая в дырку в том же БМП, почему у нас нету вот таких вот мелких, но юрких и довольно точных FPV-дронов, вот как тот, который вы видели в начале вот этого видеоматериала, который уничтожает вот такой вот склад с боеприпасом. Почему же у нас не получается сделать это? Да, у россиян получилось за счет, ну, по сути, воровства американских технологий, сделать ланцет. Ну, это довольно тяжелый дрон, он довольно дорог в производстве и, в общем, неровен час перекроют России поставки соответствующих инструментов. Инструментов, которые, к сожалению, продаются, в общем, на открытом коммерческом рынке. Речь идет в том числе и, насколько я понимаю, например, о видеокартах компании NVIDIA. Их можно затащить в Россию, что, во всяком случае, в рамках параллельного импорта, что, собственно говоря, и делается пока, что эта дыра не закрыта, но сейчас западные страны будут работать над этим. Но вот кроме ланцетов, против которых, кстати говоря, украинцы повышают оборону и, собственно, все чаще им удается сбивать вот эти вот ланцеты, потому что это, в общем, достаточно крупная цель. В общем-то, ни у каких больше подобных инструментов, то есть, дронов-камикадзе у россиян нету. Нету у россиян вот в большом, в массовом, в конвейерном количестве, как у украинцев, вот таких вот маленьких, юрких, гибких дронов-камикадзе, которые, в общем, не жалко потерять с одной стороны и с другой стороны, которые, ну, там, может быть, их стоимость составляет пару тысяч долларов, уничтожают технику и склады стоимостью миллион и даже десятки миллионов долларов. Это то, что становится реальностью для фронта, фронта, который Россия со всей своей гигантской массой, со всем своим гигантским тылом, с территории, на которой не идет война, с советским наследием, с бесконечным количеством разных военных производств, с бесконечным количеством рабской живой силы, которую можно гнать и гнать на фронт, не может одолеть Украину. Украина, в которой, благодаря демократии, в общем-то, воины могут отказываться идти на передовую. Украина, у которой до недавнего времени не было буквально ничего, у которой в первой фазе вторжения России было в 12 раз меньше сил, у которой практически не было нормальной военной техники, а та, что была, быстро вышла из строя, а снарядов тоже практически не было, они быстро были потрачены. Украина, у которой, в общем, производство не то, что вот таких вот дронов камикадзе не было. Это страна, в которой не готовились, надо сказать, вот к такой полномасштабной войне. Мы же знаем, что в Украине рассчитывали, что Россия максимум пойдет со стороны Донбасса, именно поэтому там держали какие-то укрепления. Вот сейчас Украина начинает опережать Россию вот в таком вот важном аспекте этой войны, как производство дронов. Это при том, что вся территория Украины обстреливается, и сама по себе украинская экономика в данный момент, конечно, находится на параде искусственного дыхания, который дарит Украине Запад. И я бы сказал, что вот эти вот FPV-дроны Украины, видео с которых мы все чаще наблюдаем, как они летят в БМП или в личный состав, вот это самое настоящее технологическое чудо Украины. Тут важно-то то, что украинцы научились штамповать эти дроны. Этих дронов у украинцев много. Они сами их делают. Они получают разнообразные поставки с Запада, с зарубежных стран, из той же Польши, из Соединенных Штатов и из других стран. И таким образом Украина начинает доминировать вот в этом важнейшем виде вооружений на поле боя над Россией. Над Россией, у которой, казалось бы, есть все для того, чтобы доминировать буквально на всех уровнях. У нее в том числе есть и тыл в виде Китая. Не надо говорить, что Китай не помогает России. Помогает, поставляет для России в большом количестве товар двойного назначения, которые как раз и предназначены для производства, в том числе и вот таких вот дронов. Но мы видим, что даже в этом случае у России есть загвоздки. У России тормозится производство и дронов, и военной техники, и всего остального, что необходимо для вот этой войны по одной простой причине, санкции реально начинают работать. И вот в том числе превосходство, по крайней мере тенденция к превосходству Украины в тех же дронах, в дронах Камикадзе, в том числе над Россией, это одна из иллюстраций того, что западные санкции медленно, но верно, начинают работать. Ну и, конечно, это далеко не единственный аспект, на который я бы обратил внимание за последний день. Есть и другой очень важный момент. Я напоминаю про вот то свое видео про солнцепёк, я имею в виду вот это термобарическое оружие, которое россияне начали подгонять в Бахмут. И я напомню, что ряд военных экспертов, в том числе и украинский эксперт Александр Коваленко, заявил о том, что это прекрасная возможность для украинских вооружённых сил захватить, затрофеить соответствующее вооружение. Я имею в виду вот этот самый комплекс ТОС, ТОС-Солнцепёк. И теперь вуаля на наших экранах захваченный российский Солнцепёк в руках у украинских вооружённых сил. Поздравляю! Очевидно, он был взят под Бахмутом и теперь, вероятно, послужит добрую службу украинцам, по крайней мере, если там есть боекомплекты. Если его нет, он будет немножко сложнее, потому что сама Украина, насколько мне известно, не производит соответствующих снарядов для подобных вооружений. Но, тем не менее, уже тот факт, что Украина смогла получить его, это большой шаг, большой, в первую очередь, деморализующий россиян шаг. Но, конечно, будем надеяться, что Солнцепёк сможет и вполне практическую задачу сыграть на стороне украинцев. Точно так же, как, например, на стороне Украины начали играть захваченные у России украинцами, Змеи Горынычей, вот те самые машинные разминирования, которые уже показали себя в том же Бахмуте. Выстреливают специальным снарядом. Да, он стреляет недалеко всего на 500-700 метров, но вот это слегка окупается мощностью. 700 килограмм взрывчатки так взрываются, что буквально всё в радиусе пары сотен метров сносят. И мы уже видели несколько примеров применения вот этих вот метеоритов, метеоритов, то есть УР-77, как их точно называют эти машины, действительно внушают ужас в россиян, поскольку это не просто мощное оружие, это оружие, которое работает против своих хозяев, а это всегда, согласитесь, деморализует. И я уже не говорю про его именно возможности. Впрочем, конечно же, это возможности, к сожалению, не те, которые требовались бы для армии НАТО, потому что НАТО не воюет в таком плотном сближении с противником, но украинцы воюют тем, чем, в общем, они могут воевать, используют все возможности для этого. И будем надеяться, что однажды вот точно так же и солнцепёк заработает против его бывших хозяев. Но, как мы понимаем, горят не только российские склады, горят и объекты на территории самой России. Вчера я рассказывал про горящую подстанцию в Белгороде, а сегодня я хочу обратить внимание на то, что загорелась ТЭЦ в Москве внезапно. Что случилось, интересно? И вот в Тюмени случился пожар. Говорят, что явно не трава, но что именно не очень понятно. Впрочем, недавно, например, в одном из российских городов внезапно загорелся танковый полигон. Как потом выяснилось, там взорвался склад с боеприпасами. Украинская сторона молчит, российская сторона, что интересно, тоже молчит. Какие-то странные взрывы в последнее время, опять же, на территории России, а также в глубоких её тылах на оккупированных украинских территориях, участились, и это, в общем, довольно неплохой знак. Что называется, это, ну, хоть мы и не суверны, но всё же скажем, к контрнаступлению, что называется. Тем временем украинские вооружённые силы начинают реально уже насыщаться западной тяжёлой техникой, которую Запад обещал после февральского Рамштайна в рамках подготовки Украины к контрнаступлению. Я уже не могу и сосчитать того количества кадров, которые у нас появляются и иллюстрируют, как в Украине работают те или иные западные вооружения. Впрочем, не то, что они работают на передовой, нет, ни в коем случае. Они зашли в Украину, либо же это кадры, которые демонстрируют, как украинские вооружённые силы прямо сейчас проводят, возможно, заканчивают тренировки на соответствующей западной технике, но, тем не менее, в любом случае это всё прямое и информационное давление на россиян, и это, конечно, хороший знак для всех нас. То есть, дело не стоит, дело идёт, работа кипит. Что же мы видим? Ну, например, мы всё чаще видим, скажем, фото и видео, где у украинских вооружённых сил под их управлением уже работает Брэдли. Где конкретно этот Брэдли находится, непонятно, но он уже есть, он в Украине. Мы видим, как украинские вооружённые силы работают на польских тварди. Это модернизированные танки. Да, это на полигоне в Польше, но это, опять же, напоминание о том, что тварди – это не просто обещание поляков, а это, как и всё, что делают поляки, реализуется на практике. Эти тварди уже скоро зайдут в Украину и поучаствуют вместе с Брэдли и другими соответствующими техническими инструментами в рамках контрнаступления. И мы видим работу украинцев на «Леопардах». Это тоже часть тренировок. Мы видим, как министр обороны Украины Алексей Резников демонстрирует нам французскую кавалерию МХ-10, вот тот самый облегчённый танк с хорошей пушкой. Мы видим, как Словакия объявляет о том, что передала украинским вооружённым силам уже 13 мигов в Польше, насколько понятно, 4 мига, скоро Польша передаст ещё 8. Ну и таким образом произойдёт то, о чём я и говорил ранее, что Украина получит дополнительно почти 30 мигов. И это не считая новости о том, что Германия дала добро на применение и передачу Украине старых мигов, которые в Германии были ещё со времён ГДР. В общем, на фоне всего вот этого, на фоне того, что, в принципе, фронт везде стоит, россияне практически нигде не могут продвинуться, при том, что вот те многочисленные бригады Украины, которые сейчас находятся в западных полигонах, которые готовятся в Украине, ещё не находятся на передовой. Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки, заявляет о том, что россияне практически везде перешли к обороне, потому что их так называемое наступление, масштабное наступление, которое они пытались провести, начиная с декабря, оно полностью провалилось. Провалилось в дребезги, и это, конечно, должно быть особенно обидно для Бучанского юсеника Владимира Путина, который объявил мобилизацию, надеялся, что вот эти вот 300 тысяч мобилизованные хоть как-то помогут. Но мало собрать просто пушечное мясо, его надо ещё уметь и готовить. Но его практически никак не подготовили, и пушечное мясо выполнило свою функцию. Оно, собственно говоря, было утилизировано. Утилизировано на передовой, утилизировано в окопах, утилизировано холодом, голодом и болезнями, утилизировано частично самими российскими командирами, в том числе это особенно часто происходило и продолжает происходить в рамках ЧВК Вагнера, как нам рассказали, точнее говоря, как рассказали соответствующие Вагнеровцы же Владимиру Осечкину, что обнуление, как они это называют, буквально десятками, буквально пачками одних вагнеровцев, другими, это абсолютная норма. Я цитирую Буданова. 31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого весенне-зимнего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Опять же, это даже не пятая уже попытка, которая провалилась. Буданов сказал, что наступательный потенциал для проведения стратегического наступления у России на данный момент отсутствует и в ближайшее время не появится. Опять же, цитата. Россия перешла к стратегической оборонительной операции. Их задача удержать захваченные территории, сорвав нашу наступательную операцию по освобождению соответствующих земель. Сказал он о том, что исключением являются два района, один из которых Бахмут. Да, вот в этих двух районах Россия пытается наступать. Цитирую. Итак, первый район – это, собственно, Бахмут. Там Россия пытается вести наступательное действие, говорит он. Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они вот уже почти что захватывают, согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. То есть, скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит. Заявил руководитель Главного управления разведки и Минобороны Украины о том, что вторым исключением является Авдеевка. Опять же, цитирую его. Второй район – это попытка сделать полузахват Авдеевки с северной стороны. Там рядом находится основной фронт Марьинки. В принципе, попытка активных действий там идет, но вот и все. Вся остальная линия стоит в обороне, заявила. Но, впрочем, здесь нужно добавить один важный момент. Дело в том, что по разным данным уже из Авдеевки Россия вынуждена перекидывать людей в Бахмут, потому что людей не хватает в Бахмуте. А в Авдеевке россияне на такие орехи уже неоднократно получали. Мы видели все эти жуткие кадры разгрома российских террористов, их техники вот прям вот в Авдеевке, близ Авдеевки, вот в этих полях, что буквально перед нами это угледар номер два. Ну и вот такая вот история, история, в которой, собственно, как мы видим, россияне, даже сосредоточив все свои силы на одном единственном пятачке, пять на пять, имею в виду, Бахмут, не имеют там успеха. И, кстати говоря, старший лейтенант ВСУ, начальник пентпункта одного из батальонов ВСУ, Сергей Джердж в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос ведущий, подтвердил, что инициатива на поле боя переходит, внимание, на сторону вооруженных сил Украины. И это, еще раз говорю, Бахмуте, куда Россия перебросила вообще все самые боеспособные силы, или, по крайней мере, ту же его силу, которой просто нечего терять. В буквальном смысле, потому что зэки – это люди, у которых или смерть от поля своего же, что называется, соратника, или небольшая, но все-таки вероятность, выбраться с этого пекла в случае, если он пойдет вперед. Так вот, я цитирую вот этого Джерджа. Можно сказать, да, в целом здесь можно говорить о количестве потерь, с их стороны оно значительно больше, количество санитарных потерь значительно больше, и немного замедление этого наступления со стороны россиян, не так бодро они это делают, и какая-то, очевидно, есть усталость с их стороны. По его словам, это дает возможность украинским воинам перегруппироваться и усилить оборону. Ну что ж, друзья, будем надеяться, что Бахмут не будет потерян. Украина держит его, украинские вооруженные силы, и каждый боец вот в этом вот многострадальном городе героически держится, и, мы видим, не отступает, проявляет просто такие, ну, невероятно рекордный, в буквальном смысле, героизм, потому что, ну, я не могу представить и вспомнить вообще что-то подобное за последние 80 лет никто не демонстрировал вот такой вот стойкости, как это делают украинские солдаты в Бахмуте, да и, в общем, конечно, на всех остальных участках фронта. И, соответственно, мы можем надеяться на то, что россиянам так и не удастся взять Бахмут к украинскому контрнаступлению, а когда оно начнется, я думаю, что россиянам будет не до Бахмута. Спасибо за просмотр этого видео. Я напоминаю, что мы ведем четвертый по счету медицинский сбор для медиков, которые работают на передовой и спасают жизни раненых украинских бойцов. За 4 дня, начиная с 14 апреля, благодаря вашей поддержке, мы собрали из 13 тысяч евро 11 тысяч евро на соответствующие инструменты. То есть, ну, в первую очередь, конечно, мы закопим квадроцикл и прицеп стоимостью 7 тысяч евро. Далее мы закопим самые разные вещи, которые нужны медикам на сумму 4 тысячи евро. И вот сейчас мы добираем последние 2 тысячи евро, которые пойдут непосредственно на медикаменты. Ну, условно говоря, антибиотики, различные лекарства типа ибупрофена и так далее. Вы можете помочь украинским и международным медикам, то, что, собственно говоря, в том числе и международные медики из международного легиона собирают вот то, о чем мы сейчас говорим. Вы можете это сделать, то есть помочь им через те ресурсы, ссылки на которые я иду в описании к этому видео. Это PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Спасибо Жиринусу, сотруднику литовского фонда Шейсоу Скорей, который, собственно говоря, и предложил начать этот медицинский сбор. И он сейчас как раз находится с оборудованием, на которое вы собрали средства в Украине. И вот прямо сейчас он буквально будет передавать вот те самые приборы ночного видения, а также крепления к ним грузинским бойцам. И скоро мы запишем совместное видео с представителем грузинского спецподразделения, Жиринусом, который как раз передает эти приборы. В общем, как всегда от нас отчеты за всю проделанную работу, за то, как именно были потрачены средства. Так что уже скоро, я надеюсь, вот те, кто непосредственно будут получателями вот этих средств, приобретут и квадроцикл, и прицеп, ну и другие вещи. Это все будет, конечно, показано. И как раз сегодня я перечислил очередную часть вот тех средств, которые вы перечислили нам в фонду Швейсовской Арии, в котором работает Жиринус. Всего мы перечислили фонду за последнее время уже. Получается 7 плюс 7 тысяч евро, то есть 14 тысяч евро, из которых 11 тысяч – это вот этот вот четвертый сбор, ну и 3 тысячи – это на антидроновое оружие, которое будет закуплено для украинского спецподразделения ХОРД. В общем, это сложная математика. Те, кто помогают, те понимают, о чем я говорю. Друзья, остальные, опять же, если вы впервые об этом слышите, вы можете посмотреть наше совместное видео с Жиринусом, которое я помещал в конце некоторых последних видеоматериалов Ньюсейдер, где мы подробно рассказываем о том, что нужно в рамках этого четвертого сбора. И опять же у меня в описании к этому видеоролику вы найдете подробный список того, на что именно идет вот этот медицинский сбор, который уже потихонечку подходит к концу. И то, что он так быстро закрывается, это благодаря вам и низким вам поклон, то, что ваша помощь в буквальном смысле спасает жизни. Спасибо всем огромное, мира, здоровья вам и до скорого.